Власть отметает все правовые нормы и чисто по понятиям действует. У них ничего не остается, как сейчас опора на ложь, вот это насилие, то, что есть проводить политику свою. И поэтому они думают, что как-то людей там запугать, устращать, там, и вот эти повысили штраф. И вот сегодня, кстати, у меня суд был там в Тверском суде по 31 числу. Ну, вынесли штраф, ну и что? Мы их как не платили, так и не будем платить. А сколько штраф выписали? 15 тысяч. 15 тысяч? Вы растете? Не, ну это еще не так, это не 300 тысяч все-таки там это. Есть куда расти? Это по-новому же драконовскому закону эти 15 тысяч. Мы же как не платили, так и не будем платить. Мы знаем сотни уловок, как уйти, а через год сгорает сумма. Ну и пусть бегают за нами. Мы их тоже, мы не лохи, и тоже будем там издеваться. Они над нами, и мы над ними будем издеваться. Так за границу не выпустят? А мне это, я за границу не был и не собираюсь ехать. За границу вам не помогает, не платит, и вам она не нужна? Терять нечего, ни за границу, ничего. И мы других призываем сопротивляться, не платить ни копейки, наоборот, действовать так, чтобы уклоняться от этой уплаты всячески. И показать власти, что это штраф, это все фикция. Это глупость самая настоящая. Они надеются, что этим и кого-то сократят эту действие. Абсолютно видишь, сколько народа выходит еще. Никто не боится ведь ничего, это всех этих репрессий. Ну а власть сегодня, она уже в такой ситуации находится, что у нее осталась последняя опора на ложь, постоянную. Ложь, ложь, ложь. И вот такие силовые акции, больше им просто не на что надеяться. Как идешь, когда меня брали 31-го, я специально не выкрикивал ничего, не призывал ни к чему. Как читаешь рапорты этих ОМОНов, этих 2-го полка, кричал там, долой Путина, долой полицейский. Как оставалась ложь, так и остается. На основании лжи протоколы составляются ложные, на основании лжи суть, судья рассматривает все эти дела. И на основании всей этой лжи, все это, они потом и решения принимают. Вроде внешне все там, и судья в мантии черные, ваша честь там, помещение, все в погонах приходит, милиция, все эти сотрудники. А на самом деле это самое в подоплеке грязь, ложь и клевета. И те ребята, которые со 2-го полка, вот эти нас берут и пишут. Я говорю, ребята, вы никогда не сможете сказать, такое, как раньше было выражение, честь имею. Потому что ваши эти подлецы-начальники, которые вас заставляют это писать, они вас чести лишили. Поэтому вы подумайте, что это долго не будет продолжаться, 3-5 лет. Потом уже ситуация изменится. И мы вам дадим свободу тогда устроить самосудно с вашими подлецами, которые вас этого лишили, чтобы вы расправились с ними. Потому что финал неизбежен. История знает, так и в 17-м году, когда тоже уже революция произошла, солдаты на штыки офицеров поднимали, которых ненавидели. Были порядочные, но были и подлецы. Вот так оно и будет повторяться. Мы не сомневаемся. Сейчас молодежь подрастает. Они надеются, кто будет бояться, там в генах у кого сидит. Они на эти дела вроде как еще не идут. Но уже мы видим, сколько молодежи подрастает. И они совершенно, у них страха нет. И вот здесь сколько, а через 5-3-5 лет эта ситуация в корне изменится уже. И у них не хватит, и перевяз будет уже на нашей стороне тогда. И как мы уже разговариваем с некоторыми сотрудниками, там полиции, ОМОНа, в душе они уже готовы. И когда критический момент будет, 100% перейдут на нашу сторону. Но ведь пока хватает, видите, и удальцов сейчас задерживают. Ну пока что, не сил на их стороне, что сделаешь. С учетом сейчас мы действуем соотношение сил. Но это сегодня так. Но это не значит, что будет постоянно. Потому что у нас и уже моральный дух растет. Ник, эта победа моральная за нами. Мы эту власть не боимся. Она видит это и нервничает, агония. Там и наверху какие-то, видите, пуссирать там с ними. Ему Путин говорит, ну вроде не надо их там строго судить. А кто он такой, чтобы так говорить? Нужно по закону судить, а не как Путин сказал вроде бы. Ну там, конечно, у всех нос по ветру держат. Вот и тут же, раз Путин сказал, значит, там, ну, годик дадут, там, то ли условно, то ли так. И все, это, она зависит власть. Суды кормятся у нас с руки власти сегодня, поэтому они решения такие принимают. Это ненормальная ситуация, сегодня какая-то извращение. Все с ног на голову перевернут. Константин, а когда будет массовый окупай, следственный комитет? Когда много народу сюда придет? Мы же берем, мы же проводим. Конечно, у нас 15 сентября будут большие акции проводиться. Вот, и я думаю, что где-то вот после этого уже будем проводить. Мы напор не ослабим, это безусловно. Ведь, несмотря на то, что лето, вроде, ну, обычно июля, август, затишье бывает. Видите, сколько народу сейчас и акции проводятся, и 31-го, и здесь. И власть очень нервничает. Она, я думаю, что, передали сегодня, готовят какую-то спецтехнику для уже разгона вот этих вот акций, которые будут нарастать, с учетом того, что чувствуют, будет все. Ну, и они тоже, у них ничего не остается больше, им не на кого переться. Только насилу, ложь, вранье, и вот эти вот репрессии, которые они сейчас... И мы потом выходим сюда за тех ребят, которые сидят сегодня незаконно здесь противоправно сидеть. И будем выходить, и не остановимся, и не испугают они нас, они на наше место другие станут. Уже времена пошли совсем по-другому, не как 10 лет назад было. Продолжение следует...